Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 февраля 2018 года, четверг, по одному из старинных 19-й день месяца в Югусту же 7526-го лета, седмица. Системы здоровья, гармонизация энергий. Вот такая у нас сегодня интересная и важная тема и автор-сказительница Марина Ивановна Бутынская. Здравия, Марина Ивановна! Здравствуйте! Для начала, наверное, стоит о себе немножко рассказать, чтобы наши слушатели-зрители имели представление, с кем они общаются, кого они слушают. Хорошо. Много лет назад я очень была далеко от того, чем сейчас занимаюсь. Но как-то случилось так, что у меня стали проблемы со здоровьем, разрушилась семья, бизнес. И я, как сейчас я понимаю, что я упала на дно. Но так как человек прессильный духом, я стала искать ответы на свои вопросы. Я начала изучать книжки, ходить на семинары, искать истину. И я пошла заниматься боевыми искусствами тадзицуан. Так как у меня очень были слабые ноги, и я пошла заниматься боевыми искусствами тадзицуан. И только тогда я поняла на занятиях спортом, что есть внутри нас что-то такое, чем можно управлять. И с тех пор я изучаю это уже на протяжении 15 лет. Помогла себе, помогла многим своим друзьям, помогла восстановить свою жизнь, восстановить свое здоровье. И помогаю многим людям с семинарами, с лекциями по стране объездила. И мне очень сегодня хочется поделиться этими знаниями с людьми, чтобы они применяли их в своей повседневной жизни. Вообще я аттестованный целитель. Меня дважды проверяли мои способности академик Спиранский Сергей Владимирович и наш Новосибирский мединститут. И результаты исследований можно найти у меня на сайте. Все выложено, если кому интересно, можно посмотреть. Сайт Марины Ивановны Бутынской, Савдалик плюс Яшин. А при помощи чего помощь оказываете? При помощи сначала знаний. Рассказываю, как применить знания в современной жизни. Очень легко и просто быть здоровым и счастливым, опираясь на эти знания. Можно укрепить здоровье, укрепить материальную базу. Можно стать увереннее, стать сильнее, открыть сердце людям. Много чего можно, я сегодня об этом буду рассказывать. Ну что ж, тогда не будем откладывать долгий ящик. Пожалуйста, предлагаю сразу и приступить. Я тут рядышком буду находиться, если какие-то вопросы нужно будет озвучить, помочь, просто пообщаться, раскрыть какую-то тему, то я всегда на подхвате. Предоставляю микрофон для того, чтобы эту тему начать рассказывать. Спасибо. Так вот, я пришла к тому, и вся моя жизнь на протяжении уже 15 лет основывается на философии инь-янь. Я немножко расскажу про это. Что такое инь-янь? Да, это белое-черное, это день-ночь, это мужское-женское, это плюс, это минус. День сменяет ночь, времена года меняют друг друга, все это взаимосвязано. Так вот, все это, оказывается, есть внутри каждого человека. Значит, в каждом человеке, если у кого есть возможность, возьмите, пожалуйста, ручку и тетрадный листок, потому что знания, которые сегодня я буду рассказывать, вы не найдете ни в одном бывшей источнике. Где-то пометите себе и будете потом ему пользоваться. Пять органов в теле человека женских, пять органов мужских. Женские органы в нашем теле – это сердце, это почки, это печень, легкие, поджелудочная железа и селезенка на востоке считаются одним органом. Повторю, женские органы в нашем организме – сердце, почки, печень, легкие, поджелудочная и селезенка. Мужские органы – мочевой пузырь, желчный пузырь, желудок, толстая кишка, тонкая кишка. Посмотрите, женские органы – они наполненные, мужские органы – они пустые. Тут печки, желудок, желчный, мочевой – они пустые. Что здесь получается? Что они взаимосвязаны. 12 энергетических каналов в нашем теле. 6 из них – женских, 6 из них – мужских. 24 часа в сутках. Вот 12 каналов, каждый работает в нашем теле, внутри нас, 2 часа. Активно работает в нашем теле 2 часа. Давайте мы уточним. Желудок, канал, желудка, желудок. Работает у нас активно с 7 утра до 9 утра. Поджелудочная железа и селезенка работает активно с 9 до 11 часов утра. Не зря во всех поликлиниках кровь на сахар берут ранним утром, потому что в это время работает у нас желудок и поджелудочная железа. Далее. Сердце. Сердце работает активно с 11 часов до 13.00. Лонкая кишка активно работает с 13 до 15 часов. Мочевой пузырь. С 15 до 17 часов. Почки. С 17 до 19 часов. Панал перикарда. Панал перикарда относится к сердцу. Тоже это энергия огня. Он работает с 19 до 21 часа. Панал трех обогревателей. Он объединяет весь наш организм. Тоже относится к энергию огня. И работает с 21 до 23 часов. Желчный пузырь в нашем организме активно работает с 23 до 1 часу ночи. Печень. Работает с 1 часу ночи до 3. Легкие. С 3 часов утра до 5 утра. Толстая кишка работает с 5 утра до 7 утра. Вот посмотрите. Получается 24 часа в сутки. В 12 энергетических каналов. И получается, что каждый несет инь, а другой ян. Вот смотрите. Желудок мужской. Поджелудочные железа. Идет женское. Сердце мужской. Мужской канал. Тонкая кишка. Женская. Так вот это к чему это ясо? Потому что наш организм единая целостная система. Половина у нас внутри нас мужского. Половина женского. И если равновесие мужского-женского начала внутри нас нарушается, отсюда идут заболевания. Потому что эти каналы, например, если у человека внутри него преобладает мужское начало. Человек. Мужское начало – это активность, это оптимизм, хорошее настроение, это духовность. Если внутри человека преобладают эти энергии, значит эти органы, мужские все органы, это желудок, ну что ж, мы перечислили, мочевой пузырь, толстая кишка, тонкая кишка, все мужские каналы перетягивают на себя энергию и работают на износ. Вопрос. Женские каналы недополучают энергию и тоже страдают. Получается и там нехорошо, и там плохо. Я за равновесие мужского и женского начала. Когда в вашем организме будет это соблюдаться, вы будете здоровы. Вопрос. Значит, как его соблюсти? Что нужно делать? Ну, во-первых, с помощью питания, если мы успеем сегодня, мы это разберем, питание, потому что многие люди употребляют внутрь себя в основном очень много иня женского. Это салаты, это каши, это сладкое, это все относится к женским энергиям, но забывая про мужское, а мужские, мужское питание, это больше добавлять в свой рацион имбирь, чеснок, лук, аджику, горчицу, баранину. Все, чтобы нас вот будоражило. Мы от этого отказались, поэтому мы больше активируем внутри себя женское начало. Поэтому организм тоже здесь будет страдать. Значит, смотрите, получается 12 энергетических каналов, 6 из них женских, 6 из них мужских. Но каждые два канала относятся к какой-то стихии. Вот огонь, воздух, земля, вода и металл. Я, как понимаю, слушают сегодня передачу, уже более подготовленные люди и, так скажем, продвинутые. Я думаю, что все знают, что такое сила пяти стихий. Это огонь, воздух, земля, вода и металл. Так вот, смотрите, получается, если интересно, тоже можно это записать. Желудок и поджелудочная железа относятся к стихии земля. Сердце, тонкая кишка тоже относится к стихии огонь. Мочевой пузырь и почки – стихия воды. Канал перикарда и трех обогревателей – это энергия огня. Желчный пузырь и печень – это энергия дерева. Легкий и толстый кишечник – это энергия металла. Так вот, чтобы сгармонизировать все наши системы, мы должны им давать питание. Питание мы сегодня с вами разберем, какой орган что любит. Значит, многие люди, насколько я знаю, так как я уже семинары читаю не первый раз, просыпаются в три часа и не могут дальше уснуть. Это говорит о том, что, посмотрите, по нашей с вами таблице, в это время работает канал легких. Значит, у этого человека или не хватает в легких энергии, или их избыток. Человек все время подкашливает. Значит, это говорит о том, что у него или два варианта – или много, или мало. Значит, что с этим делать? Что с этим делать? Давайте я вам немножко расскажу. Смотрите, желудок и поджелудочная железа селезенкой любят все сладкое, мед. А так как они работают утром, то желательно в это время, ранним утром, вот с 7 до 11 утра, когда они работают, дать им энергию. А как вы их дадите? Тут или мед, чайную ложку, или можно это фрукты еще, кстати, сухофрукты, скушать яблочко в это время. Сердце и тонкая кишка. Чтобы работало сердце и тонкая кишка, желательно в это время дать им, что они любят. Сердце любит горчицу. Сердце любит горчицу. Многие люди вообще не употребляют ее в своей пище. Значит, дать сердцу в обед, тут получается как раз время обеденное, немножко скушать горчицы. Мочевой пузырь и почки работают у нас после 3 часов и до 7 вечера. В это время желательно скушать вот любую рыбу, какую вы сможете. Речная, морская, даже морские водоросли, соевый соус. Что у вас есть в это время, вы таким образом дадите питание этим органам. Мочевой пузырь и почки отвечают за удовольствие в жизни, за ощущение жизни. Поэтому это очень важные каналы. Если не хватает этой энергии, то по ночам тянут ноги, тянут ноги ночью. Это от того, что не хватает энергии в почках. А почки, это как раз по ногу проходят почек через ноги. Печень и желчный пузырь любят кислая. Лимон. Можно чай с лимоном на ночь выпить. А легкий и толстый кишечник ранним утром, они очень любят имбирь. Имбирь молотый. Можно покупать молотый в магазине. И прям со спичечную головочку, чуть-чуть, чтобы не было лишним. Съедать можно прям на язык и запить чай. Можно покупать чай с имбирем. Можно имбирь для суши продают. Красный, маринованный. Какой хотите. Что вам угодно, в вашей душе, то и употребляйте. Когда вы будете давать питание своим органам, то ваши органы будут в порядке и здоровы. Просто мы не знаем об этом. И поэтому мы много болеем. Так вот, как гармонизировать? Получается вопрос, как гармонизировать эти пять стихий. Как гармонизировать эти стихии? Смотрите, сейчас у нас идет зима. Зима – это энергия воды. Далее будет весна. Мы также подчиняемся законам природы. И весь наш организм будет больше. В это время работает печень и желчный пузырь. Потом далее получается лето. Летом активно работает сердце. Радость мы получаем от жизни. Радость. Значит, далее работает – это конец лета, это желудок, это энергия земли. После осени – это металл. Здесь работает, активно работают и лечится толстый кишечник и легкие. Так вот, мы полностью подчинены законам и временам года, и природе. Поэтому мы должны применять ту пищу, которая в данное время года нужна нам. Зимой нам нужна рыба. Весной нам нужна кислая, даже квашеная капуста. Летом побольше фруктов, но лучше красных. Значит, конец лета – это получается мед. А осенью мы кушаем больше всего для того, чтобы у нас вылечились легкие и толстый кишечник. Мы кушаем имбирь, молочные продукты, хлебобулочные изделия. Это все толстый кишечник и легкие. Алексей? Да, я здесь. Я слушаю внимательно. Может быть, какие-то вопросы? Вопросы мы во второй части позадаем. Сейчас идет время доклада, поэтому я не прерываю нисколько. Я слушаю и наблюдаю за тем, что происходит в чатах. А в чатах идет обсуждение потихонечку. Так что вот вопросы сейчас я в наш общий чат буду сбрасывать. И потом мы уже, отталкиваясь от вопросов и реплик, будем вторую часть делать. А пока можно еще по первой части поговорить. Хорошо. Вот это то, что вы рассказываете, это подходит ко всем, и восточным людям, и тем, кто живут в средней, например, части Руси, или где-то там на севере. Вот ко всем одинаково подходит? Или все-таки какие-то есть уточнения, коррекции? Нет, я думаю, что это подходит всем, потому что и на севере, и на юге мы одинаково, время года, одинаковые часы. И мы все полностью подчиняемся природе. Для всех все это будет одинаково. Единственное, я бы еще, ну, хотела бы рассказать, наверное, потому что, я думаю, это волнует многих. Духовная и материальная сторона нашей жизни. Я расскажу про это тоже. Потому что, знаете, я не могу быть равнодушной человеком. И просто в последнее время все больше убеждаю, что люди стали абсолютно равнодушны, не знаю, в беде, горе другого человека. И меня это очень трогает, и мне как-то хочется помочь всем. А почему трогают? Я немножко сейчас расскажу, что можно с этим делать. Вот я понимаю, что эволюция человека, человек развивается. И у него с каждым годом, с каждым десятилетием все больше разума. Мы умные, мы все умные. А равновесие мужского, женского, духовного и материального, опять же, заложено внутри нас. Есть три составляющие внутри каждого человека. Это родители, взрослые и дитя. Я думаю, кто... Да, многие понимают, о чем я сейчас говорю. Дитя – это хочу. Родители – это все знают. Самый умный и взрослый человек решает все проблемы своей жизни по-взрослому. Значит, вот у многих людей преобладает или хочу, или я знаю. А равновесие по-взрослому решать, а по-взрослому решать – это через сердце. Это сердечная чакра. У многих людей она просто заблокированы. Люди не знают, что это такое. Жить через любовь к миру, через любовь к себе, к своим окружающим. Отчего это бывает? Чем мы больше думаем, читаем, изучаем, тем мы становимся умнее. Мы перетягиваем энергию наверх. Наверху все – это наша духовность. Все, что относится внизу – это наша материальность, это наши деньги. Так вот, чем мы больше знаем, чем мы умнее, тем мы дальше от денег и от мира материального. Поэтому я за равновесие мира материального с миром духовным. Что нужно делать для этого? Многие ленятся, читают книжки, ходят на семинары. Это хорошо, конечно, кому-то этого очень не хватает. Но забывают о обыкновенном физическом труде. Помыть те же окна дома, съездить, помочь родителям грядку скопать. Не знаю, там выйти на субботник, помочь убраться в своем городе. И люди физический труд уже не хотят участвовать в этом. Поэтому они только делают себе этим хуже. Я просто рекомендую всем. Если люди, мы умные, но нам надо не забывать о физическом труде и о какой-то работе, чтобы это выравнивать. Просто я это прошла, я вот не просто это вам рассказываю. Это 15 лет моего труда. И у меня очень чувствительность повышена. Поэтому я каждую энергию пропускаю сначала через себя. Попробую, как это работает, не работает. Поэтому вот то, что я сегодня рассказываю, это 15 лет моего труда. Поэтому я думаю, что все это ценно. И если кто услышит, прислушается и попробует применить свою жизнь, то это будет очень хорошо. Значит, с чакры. У нас в теле человека есть 7 основных чакр. Я их тоже немножко сейчас косну, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Первая чакра, это у нас, начну снизу наверх. Эволюция человека вообще идет снизу вверх. Нижняя чакра, это основание ног у нас, позвоночника. Отвечает она у нас за ножки, за наши, за материальность, за уверенность в себе, за опору, за работу. Значит, вторая чакра у нас на два пальца ниже пупа. Она отвечает за, и все, что в ней находится, посмотрите, просто вообще легко это понимать. Вторая чакра на два пальца ниже пупа. Что у нас здесь находится? Наша гинекология, наша почки, мучеполовая система, удовольствие в жизни. Третья чакра, это наш желудок. Эта чакра отвечает за силу духа и силу воли. Встань и иди, делай. Да, у многих людей есть, легко отследить, увеличен живот, надутый как шарик. Тут говорит о том, что человек любит командовать, у него этой энергии много. Или второй вариант. Плоский впалый живот, люди безвольные, бесхарактерные. Тоже легко по человеку отследить. Четвертая чакра, это у нас в районе сердца. Значит, она отвечает за любовь к себе и любовь к миру. Пятая чакра, это горловая. Она отвечает за общение, за принятие мира таким, какой он есть, за реализацию себя в социуме. Шестая чакра, это у нас третий глаз. Многие сталкивались я с людьми, которые искусственно его открывают. Я бы никому этого никогда не советовала, потому что место, может быть, в психиатрической больнице гарантировано. Потому что люди неподготовленные платят огромные деньги за открытие этой чакры. То, что закрыто Богом, открывать, я думаю, не стоит. Потому что тогда человек начинает видеть то, что не нужно видеть нормальным людям. И седьмая чакра, это наша духовность. Это связь с космосом, с Богом, с духовностью нашей. Это седьмая чакра. Так вот, посмотрите. Три верхних чакры, получается, седьмая, шестая и пятая. Это наша духовность. Нижние чакры, снизу начиная первая, вторая и третья, это отвечает за мир материальный. Так вот, три верхние, это получается мужские. Три нижние, это женские чакры. Так вот, седьмая, то по счёту она четвёртая в районе сердца. Это чакра сердечная. Она вот именно объединяет и соединяет мир духовный с миром материальным. Вот если у вас вот в этой чакре в клуб, в чакра закрыта, вы знаете, во-первых, это будут сердечно-сосудистые заболевания. Во-вторых, система вашего организма замкнута. У вас много ума, у вас много духовности, но у вас нет денег, у вас нет удовольствия от жизни, вы не понимаете. Я не зря это рассказываю, потому что я через это сама всё прошла. Не ощущая жизнь, человек не ощущает, не получает удовольствия от жизни. Вообще, оказывается, просто открыть сердечную чакру, тогда начинается энергия плавно перетекать снизу наверх и сверху вниз. Это восьмёрка. Вот это знак бесконечности. Это как раз проходит через нашу сердечную чакру. А что ли, как её открыть? Конечно, вопрос интересный. Ну, у меня есть очень хорошее дыхательное упражнение. На моём сайте, Марина Ивановна Бутинская, наберёте в любом поисковике, на моём сайте. Оно есть, там в видео, где я читаю семинары, там есть это упражнение. Как эту чакру открыть? Ну, дыхательной техникой. Или тогда можно просто, если не найдёте её, почаще говорить «я люблю». Я люблю этот мир. Я люблю себя. Я люблю соседей. Я люблю друзей. Я люблю своих родных, детей. Люблю. Вот когда вы будете употреблять это слово «люблю», сердечная чакра начинает открываться. Как часто мы говорим друг другу «люблю»? Я думаю, очень, крайне редко. Попробуйте начать с малого. Люблю этот мир. Люблю соседей. Люблю работу. Люблю свой город. Люблю день. Люблю ночь. Всё люблю. Вот тогда чакра начинает работать. Тогда жизнь человека полностью меняется. Вы начинаете получать удовольствие от жизни. Вам всё нравится. Чтобы не было плохо или хорошо, вам просто хорошо. Потому что вы в ладу самим собой. Так вот, ещё просто проще есть гораздо. Так как я стрелец, и мне хочется помочь многим. И то, что я прошла такой длинный путь и собирала эти знания по крупицам, я думала, как помочь многим. Потому что одному, двоим мне неинтересно. И я придумала такую вещь. Получила патентное изобретение. Мне ответили, что этого ни у кого нет. Я придумала, что любое косметическое средство, что какое-то может быть, даже вазелин может быть, любое. Берём и помещаем, например, два минерала, несущих разную энергетику. Один мужской, другой женский. А так как я ещё и целитель, и мои способности проверены. На банке с кремом написано «Минералы Бутынской». Просто моё имя. Это усиливает много раз. Например, вы пользуетесь просто косметикой с двумя минералами, с мужским камнем и с женским. Наносите на тело, и получается, что если у вас не хватает мужского начала, то камни вам добавляют. Если у вас не хватает женского начала, то перераспределение энергетики идёт. Вот что. Но если вам это всё интересно, вы можете на моём сайте посмотреть и почитать. Если вам это всё интересно. А ещё я хотела бы сказать. Вообще о строении человеческого тела о многом у нас говорит. Посмотреть на каждого человека, и можно про него всё сказать. Если у него увеличен низ его тела, получается узенькая талия и утяжелённый низ. Это говорит о том, что у человека преобладает материальность внутри него. Есть второй тип людей, у которых увеличена верхняя часть туловища. Это говорит о том, что внутри него преобладает духовность. Мужские энергии преобладают внутри него. Так вот, это можно всё сгармонизировать. После применения моего крема всё это структура, даже фигур человека меняется. Перераспределяется энергетика низа и верха. Так вот, у людей с духовным началом, да, это оптимисты, да, это движут миром, да, это духовные люди, но им не хватает материальных благ. Или наоборот, люди, у которых преобладает женское начало внутри, у них нет оптимизма, у них вера в будущее, в завтрашний день, они вечные в какой-то депрессии. Поэтому я уже сколько людям помогла с депрессией, я знаю, что такое депрессия, когда у человека внутри него не хватает мужских энергий. Во-первых, это можно с помощью питания изменить. Каждый день добавлять внутри себя мужские продукты, несущие мужские энергии. Это аджика, это чеснок, это горчица, это имбирь, это хренадёр, это всё острое зажигающее, это всё мужское. Поэтому когда вы будете добавлять внутри себя, у вас настроение другое. Вообще, я рекомендую лечение бессонницы дважды два. Даже не нужны никакие таблетки, так же, как и таблетки, лекарства от депрессии. Когда вы не можете вечером уснуть, посмотрите, на улице наступает ночь. Так как ночью это женское начало, мужское, когда солнце светит, это ян, а ночью это женское начало. На улице много женского начала. А внутри вас, вы ложитесь спать, вы не можете уснуть. Внутри вас тоже много женского начала, и вы не можете уснуть. Я рекомендую просто, подходите к холодильнику, берёте пол чайной ложки аджики, любую, какая вам нравится, магазинная, с рынка, грузинская, аджикская, какая-то аджикская, я не знаю, какая вам нравится. Пол чайной ложки аджики, запили просто водой или лить, засыпайте через 15 минут. Потому что вы внутрь себя добавили мужское начало, мужские энергии, вы сразу засыпаете. И есть второй вариант борьбы с бессонницей. Опять же, ночнушечка, когда вы ночнушечку одеваете, как платьица, это женское начало. А если вы её смените на пижамку, то вы гораздо быстрее уснёте. Значит, это же, опять же, из той серии мужское и женское начало. Когда женщина носит платья, то это она усиливает в себе женское начало. Если женщина одевает часто и брюки, костюмы мужские, джинсы, то она усиливает внутри себя мужское начало. Женщины с мужским началом очень легко находят общий язык с мужчинами. Они у них друзья. Они как друзья. А вот женщины с преобладанием женского начала внутри себя, им в жизни с мужчинами бывает посложнее, так как внутри них преобладает и скромность, и застенчивость. Поэтому им немножко сложнее. Вот это всё можно тоже регулировать. Где-то одеть платье, поносить, а где-то, если вы чувствуете, что внутри вас не хватает сил отстоять себя, сил сказать людям нет, то нужно поносить где-то брючки и побольше внутри себя мужских продуктов покушать. Что ещё? Про сердечную чакру. Ещё вернёмся к этому, потому что мне бы очень хотелось, чтобы был мир на нашей планете. И чтобы люди все любили друг друга и любили этот мир. Сердечная чакра вот за это, за всё отвечает. Что можно сделать? Или ещё раз повторюсь, дыхательное упражнение, или слово «люблю», чтобы вы перетягивали энергию на эту чакру. Или просто сосредоточившись где-то в тишине, опускаете сознание в сердечную чакру и наблюдаете за своими лёгкими, за своим сердцем почаще. Тем самым вы перетягиваете энергию от своего разума в сердечную чакру и её активируете. Знаете, у многих это мало того сердечно-сосудистые заболевания, это ещё мастерпатия у женщин, когда сердечная чакра закрыта. Поэтому вот наведёте порядок даже в той же сердечной чакре, чтобы энергия перераспределилась снизу и вверху. У вас намного организма здоровится, и жизнь ваша поменяется в лучшую сторону. Алексей, что вам ещё можно рассказать? Ой, да мне можно много чего рассказать. Я такой благодарный слушатель. Я воспринимаю всё очень хорошо. Спасибо. Ну, мама говорит-то, я могу много. Но вот что интересует ещё. Ну, можно поговорить вот как раз про косметику, потому что много женщин слушают, и большинство женщин, наверное, хотят выглядеть хорошо и красиво. Наверное, так. Я как мужчина предполагаю это. А раз так, то, наверное, про косметику. Сейчас что только не пробуют женщины, чтобы красиво выглядеть, и чтобы как-то так оттянуть то время, которое называется по-современному старость. Хотя, наверное, дряхлость называется, а не старость. Старость – это что-то другое, более значимое. Вот. Поэтому я предлагаю чуть-чуть коснуться этого момента. Что там про косметику? Ну, вы знаете, у меня косметика более лечебная. Она вот перераспределяет энергию чакр, систем, органов, мужского, женского начала, духовного и материального. Конечно, моей косметикой, хотя это крем для тела, женщины выносят его на лицо. Идет подтяжка, омоложение. Это, конечно, заметно из первого применения даже. Но моя косметика лечебная. Она больше для тела, потому что наносить надо на тело. Знаете, вот, опять же, вы говорите, красивее хотим быть, моложе. Знаете, опять же, это все из разума выходит. Когда человек себя не принимает таким, какой он есть, хоть чем-то, извините меня, намажься, твое внутреннее состояние не поменяется. Вот, когда человек научится любить и принимать себя любым, красивый он, некрасивый, толстый он, худой он, больной он, здоровый, бедный, нищий, богатый, вот любой, вот когда он научится себя принимать в данный момент своей жизни, да, я сейчас такая, вот, поэтому его не будет истремления вот к этого, к совершенству. А это же совершенство нам навязанное, извините меня, люди есть не совсем прекрасные снаружи, но внутри до того прекрасные люди, что с ними можно часами общаться и не оторвешься от этих людей, а есть такие красавицы, то, извините меня, ну, вот, обратная сторона, да, медали. Если человек стремится к совершенству, конечно, красиво хочется женщине выглядеть, конечно, но я бы просто порекомендовала сначала научиться принимать и любить себя такой, какая есть. Старая, худая, толстая, больная, здоровая, богатая, нищая, какая есть в данный момент своей жизни, тогда просто живется легче. Вообще, китайцы, знаете, когда вот со мной приключились все вот эти беды много лет назад, я вот сейчас, как я понимаю, что я стала на путь духовного развития, тогда я просто решила выкарабкаться любыми путями, да, и тогда я столько литературы прочитала за свою жизнь, вот за эти, там, 15-17 лет, что-то, конечно, легло на душу, что-то вообще отсеивалось, просто вот отсеивалось, да, и поэтому вот не зря китайцы говорят, держите золотую середину, и на всех семинарах я людям рассказываю, что, пожалуйста, держите золотую середину, и когда человек научится, есть деньги, хорошо, нет денег, ну, что ж, проживем, да, есть здоровье, замечательно, ну, вот на данный момент, если нет здоровья, ну, надо восстанавливать, есть муж, хорошо, но нет мужа, ну, извините, конец света, не наступил, есть дети, которые вам звонят, приезжают, помогают, хорошо, но нет их, обходите, сами учитесь, понимаете, когда человек, это называется ответственность, да, сам на себя он только может в этой жизни рассчитывать, ни на мужа, ни на детей, ни на своих родителей, ни на страну, ни на кого, только на себя, вот тогда ему живется легко, а у нас привыкли переносить ответственность за свою жизнь, на кого-то, на страну, на ту же там, ругаем мы детей, что не звонят, не приезжают, а вот научитесь жить, ни от кого ничего не ожидая, приехали, хорошо, приехали, ну, извините, сами своими делами занимайтесь, поэтому вот я за китайскую философию держите золотой середину, когда люди научатся этому, знаете, я столько лет этому училась, и вот я людям рассказываю, они мне не верят, что, как бы, вот я правда так живу, правда, я ни от кого ничего не жду, вот у меня как есть, так и есть, есть сегодня у меня деньги, хорошо, завтра у меня нет, ну, извините, проживу как-то, вот есть у меня сегодня здоровье, хорошо, но нет, буду восстанавливать какими-то образом, да, вот нужно научиться вот так вот жить, тогда ничего вас не будет беспокоить, вашей энергии не будет, как пачели, то туда, то сюда, и вам, и вам будет спокойно и комфортно в своей оболочке, вы ни от кого ничего не ждете, вот вообще надо запомнить, мы ничего никому не должны, но и нам никто ничего не должен, понимаете, не дети нам ничего не должны, но и мы им ничего не должны, ни нянчиться с их детьми, ни оплачивать их, ни институты, мы ничего им не должны, не хочу хвастать, но мои дети в 15 лет, с 15 лет сами получают себе образование, оплачивают свое, и сами живут, и сами покупают квартиры, машины и все остальное. Все сами, понимаете? Когда мы... Я просто поражаюсь по 30-35 лет детям, сыновьям, а родители еще содержат детей. Меня это вообще не приемлемо, понимаете? Чем вы больше своим детям помогаете, тем они становятся больше паразитами. А чем человек раньше вытолкнешь в этот мир, окунется, тем он сильнее станет. Победил себя, сильнее стал, победил себя, сильнее стал. Я родилась, я так боялась, у меня столько было фобий, замкнутого пространства, высоты, глубины. И когда со мной вот это все приключилось, я залазила на 16-ти этажки, меня выкидывали посредине речки, я решила для себя, что если я выплываю хорошо, ну не выплываю, значит мне так судьба. Я села за руль, когда страшно боялась, я преодолевала себя, я ломала себя. Я вставала на колени около метров, протянутой рукой. Попробуйте, попробуйте себя сломать. Мы же все гордые, как и про так, протянутой рукой. Многие люди даже боятся обняться. Вот я сколько наблюдаю людей после своих семинаров. В объятии к другому подойти к чужому человеку или дать руку потрогать, поздороваться, попрощаться, даже руки не протягивая. Знаете, люди закрытые. Это очень плохо. Нужно открываться. Начинать даже с тех же обниманий, прикасаний к одежде, к другому человеку, погладить, похвалить. Пробовать людей открываться. Люди все закрытые. Поэтому я вот хочу, чтобы люди научились вот жить вот так вот. Не ждать ни от кого ничего. Надеяться только на себя. Только на себя. Помогли хорошо. Не помогли, извините. Нам никто ничего не должен в этой жизни. Просто люди все забывают, что они пришли на планету Земля. Сами выбрали себе программу, которую они будут отрабатывать. Они выбрали себе сами родителей, в семье которых они родятся. Они сами там себе выбрали страну, в которой они будут жить. Они сами себе выбрали и детей, и мужей. И вот то, что с ними сейчас происходит, это их программа. И они пришли для того, чтобы ее отработать. Вот когда об этом мы помним, да, со мной что-то происходит, да, например, там я не могу отработать, там, ну, не знаю, нетерпимость, да, вот не люблю никого, не хочу ничего, или лень какую-то, да. И люди также продолжают лениться. Вообще можно к любому астрологу, к любому нумерологу пойти, он тебе расскажет все твои задачи, для чего ты вообще сюда пришел. Просто так ничего не бывает. И вот, а мы-то об этом не помним, что мы сами все это себе выбрали, и программу, и людей, и страну, и мужей. И все это нам нужно отработать. И чем мы... А мы с каждым годом потом освобождаемся, нам легче, легче живется, легче, если ты это преодолел. А если ты не хочешь ничего делать, то, ну, я думаю, что все равно ты утяжеляешь себе карму, карму своим детям, своим внукам, потому что цепочка должна быть разорвана какая-то, в том плане, что от работы. Если ты ленишься, бери лопату, иди, извините меня, копай, что не все канавы. Если ты жадный, иди раздай все деньги свои нищим. Если ты еще какое-то что-то... Ну, вот наоборот надо сделать, надо сделать наоборот. Попробуй, так сказать, помогай. И потом тебе живется очень легко. Вот когда ты сломаешь то, чему ты постоянно приучен. Если ты любишь страшно чистоту, попробуй не убираться неделю-две. Это же фобия в тебе, это же чистота, это... Это, я думаю, что перетягивание. Это умные люди. Это очень... Должно быть по полочкам. А почему решили, скажем, не по полочкам? Другие живут, и у них никаких полочек нет, у них рот грязью там зарастает, да? Как бы наоборот попробовать. То, что у тебя есть, попробовать наоборот. Также, если у тебя там, например, шуба норковая, да? А у кого-то пуховичок. А ты с ними шубку походи в пуховичке. Например, я просто рассказываю, да? Да, поломать себя. Или, например, вы привыкли в свет выходить на улицу хорошо одетыми, накрашенными, прибранными, красивыми. Ну, попробуйте, например, на улицу свет выйти. В драных кедах, в галошах, в куртках какой-то. Да, сломать себя. Сломать себя. Вот когда вы этому научитесь, он живется очень легко. Понимаете? Я не знаю. Это мое внутреннее состояние. И я готова поделиться с вами, как донести до вас, что то, что вы привыкли делать, надо ломать себя, делать наоборот. И тогда будет жизнь по-другому была. Понятно. Ну, такая бразильская система. Сделай наоборот. Если вдруг тебе это тяготит, избавься от этого. А когда был разговор про то, что вот, ну, есть это хорошо, нет этого, ну, тоже неплохо. У меня вспоминается такой рассказ военного летчика. Лечу я на самолете? Это хорошо. Сбили самолет? Это плохо. Но у меня есть парашюты? Это хорошо. Парашют не раскрылся? Это плохо. Подо мной сток сена? Это хорошо. В стогу сена вилы? Это плохо. На вил не попал? Это хорошо. Но на сток сены тоже? Это плохо. Я предлагаю сейчас нам сделать небольшой перерыв, буквально несколько секунд, для того, чтобы перейти ко второй части. Ответы на вопросы и реплики, которые поступают в чате Народно-Славского радио славврадио.орг. Там есть у нас раздел чата и также поступают на нашем канале YouTube youtube.com.slash.slavradio Итак, далеко не расходитесь. Меньше минуты. И мы с вами снова в эфире. Народно-Славянское радио Для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!